Приветствую вас. Смотрите, вы говорите о том, что у вас депрессия, но депрессия является психическим заболеванием, которое диагностируется врачом. Поэтому, если у вас есть подозрения на депрессию, то желательно, чтобы вы обратились к врачу и проконсультировались у него на предмет наличия заболевания. Это первое, что важно. Второй момент. Вы пишете, «Мне очень не хватает живого общения с близкими людьми. Очень хочется ощутить, что кто-то рядом, а то выпьет по вечерам такая сильная психологическая опростошенность». Очень важно и поисследовать этот момент, чтобы определить, с чем связано подобного рода состояние. Вследствие чего у вас возникает потребность быть с кем-то рядом. Это очень важно. Вы говорите, у вас есть чувство пустоты, с чем оно связано и с чего оно образуется. Вот. И тогда уже будет понятно. Быть может вас что-то беспокоит. Беспокоит что-то серьёзное, что-то важное. Тут и нужно смотреть. Затем идёт речь. Дальше. Близкие для меня люди могут только по телефону со мной поговорить, но это несколько минут. А как так вышло, что только по телефону. А другим людям я не доверял. С чем связана ваша недоверка? Вы чего-то боитесь, вы чего-то опасаетесь. С чем связана ваша недоверка? Люди. Понимаете ли вы, например, что это значит? Ну, факт наличия у вас недоверия. Представайтесь, пожалуйста, ответить на этот вопрос. Это уже очень-очень важно. Имея в виду, важно, чтобы вы смогли, чтобы вы постарались ответить себе на этот вопрос. Дальше вы говорите, значит, девочки, нет, и друзей тоже. Это значит, что у вас есть некоторые трудности с коммуникацией, получается. Или как? В чем здесь трудно, ну, трудность ваша? Вот. Если есть трудность с коммуникацией, то это нужно поисследовать. И помочь вам научиться общаться с людьми так, чтобы вы смогли и иметь друзей, чтобы вы смогли, смогли завести отношения с девочками, с девочками и прочее. Но очень важно, чтобы вы сами были готовы работать над собой. Очень важно, чтобы вы готовы были меняться. Если вы готовы, то я думаю, что помочь вам вполне реально. Но если нет, то в таком случае я боюсь, что у нас будут некоторые сложности. Так что подумайте об этом и выбирайте себе психолога для работы. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его отынку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Спасибо. Спасибо.